Друзья, всех приветствую на канале Календарь рыбалова. Меня зовут Алексей и мы с Карлосом направляемся в сторону землянки. Давненько там не были, в последний раз я ходил еще по льду, сейчас лед полностью растаял, снега уже нигде нет, везде цветочки, поют птички. Весенняя погодка. Карлос, ты снова носишься. Думал, у меня конечно дорога будет сложнее с непривычки. Давно не ходили, особенно переживал за Карлоса, потому что он совсем недавно болел, не знаю, недавно снял с него клеща, вроде где он его ношу, еще зима практически была, ну начало весны, снег еще лежал. Вот и стал он такой очень вялый, плохо ел, в принципе клещей на нем часто снимали, никаких проблем не было и ставили там какие-то прививки специальные. Ну вот он приболел и пошел я в ветеринарку, купил там уколы и нужно было колоть три укола в день, три дня подряд. А, и кроме того еще и у Найка тоже, тоже он совсем слабый, схудал весь, я даже не знаю, что на Найку клещей не находил. На Найке. В общем, Найку тоже таблетки купил, какие-то антибиотики. В общем, с этим лечением целое дело было. Найк очень лихо выплевывал эти таблетки, как я не пытался их затолкнуть прямо в глотку. Сам он их есть совсем не хотел, но это было проще, чем с Карлосом. Карлосу один укол нужно было делать под кожу, в холку, а два других внутримышечно. В общем, первый сделал без проблем, он даже не заметил. А второй укол внутримышечно, я его зажал между ног голову. Кролсончик, бери сюда. Давай покажем, как мы тебе укол делали. Давай. Вот. Ну и приготовил заднюю часть. Иди ко мне, заводь ко мне. Карлос, иди за вас. Давай, запрыгнул. Давай, давай, давай. Все у тебя получится. Говоришь, не могу. Да, заднюю часть так прижал рукой. Думаю, маленький. Выдержу, ну, в смысле, удержу его. Ну, он как заверещит, как дитя малое запищит. Не то, что там рычит, гавкает, а как плачет. И поворачивается такими глазами жалобными. Мол, что ж ты делаешь? Не ожидал я тебя, хозяин, такой подленки. Ну, я ж давай его заговаривать. Нужно третий сделать. А он вырвался и по всему двору от меня бегал, бегал. Невозможно его было заманить к себе никакими там вкусняшками. Домой тоже не хочет заходить ни в какую. Пошел в свою летнюю резиденцию. Карлос, иди ко мне в свою будку летнюю. Ну, потом как-то подзабыл. Видать, проголодался. Вот. И пришел покушать. Ну, только я, только шприц он увидел. Сразу рычать. Совсем у него поменялось поведение. Уже совсем не плачет, а такой грозный и злой. Вот. И как-то я опасался зажимать его голову между ног. Думаю, еще цапнет. Вот. В общем, дождался я, пока он покушает, заснет на своем любимом коврике. И тихонечко подошел и ковриком его закрутил в колбаску. Оставил только нужную часть. Ох, я выслушал от него, как он на меня ругался. Как он гавкал, как он рычал. Но зато хоть взбодрило немного, что на следующее утро он себя чувствовал намного лучше. Хорошо покушал, начал бегать. Ну, я сразу начал с коврика. Замотал его и сразу все уколы быстренько сделал. В общем, перенес он эту экзекуцию, можно сказать, с достоинством. Немножко поругался на меня. Ну, и сейчас вот бегает уже. Кто он из дома не хотел выходить. Я, конечно, не знаю, может они так, животные, переживают этот стресс, что я же там у них, можно сказать, второстепенный хозяин. Вообще они постоянно живут с моими родителями. И Катри, и Карлос. Родители сейчас в госпитале лечатся. Я как бы полностью на хозяйстве перебрался. Сюда на постоянно, то я мог то в городе быть, то здесь. А вот. А сейчас постоянно здесь. Поэтому вот так вот не так часто могу ходить, что-то снимать. Есть более приоритетные дела. Интересно, какой там сейчас уровень воды. Удастся ли нормально половить. Обычно весной воды много. И неудобно забрасывать. Ветки пусты мешают. Ну да, так и есть. Вода к самому берегу, там уже не стать. Коты остались дома. Я их хорошенько покормил. Дровишки. Видимо, я когда-то резал и забыл, где нарезал. Нужно будет перенести. Мы уже почти пришли. Так вот, коты остались дома. Я их с утра хорошо покормил. И достал еще замороженный брикет рыбы, который остался с прошлой рыбалки. Последний брикет. И сегодня, завтра нужно будет наловить котам рыбки. Сейчас весна. Плотва клюет хорошо практически везде. Но, если честно, здесь в такое время я никогда и не ловил. Вот мы и на месте. Вот мостик совсем завалился. Наверное, льдом его поломало. Вода мутная. Не знаю, как именно здесь будет рыбалка. Но, надеюсь, плотвы удастся поймать. Карлос, пойдем домой. Ну, что ж, как тут теремок. Теремок стоит. Еще не завалился. Пережил еще одну весну. Хотя, некоторые зрители говорили, что она с первой весной уплывет в открытый океан. Правда, немножко что-то у нас развалилось. Фух. Ладно. Ну, что, идем? Карлос, пойдем проверим, что внутри. Еще покосилось больше. Уже аж кричит, что нужен ремонт. Не могу я уже обещать, когда займусь ремонтом. Вот тут комары. Немного подтекает. Сыро тут, прохладно. А вот и записка от посетителя. Сейчас достану на свет, вынесу, почитаю. Рюкзак только нужно снять. Отдыхай. Набегался чуть-чуть? Залась на кровать. Запрыгивай. Устал ты? Сейчас подсажу. Раньше ты сам как-то запрыгивал. Брюкзак Давай, давай, помогу. Давай, помогу. Иди сюда. Не боись. Опа. Все. Отдыхай. Давай, давай. Набегался. Полежи чуть-чуть. Я тоже сейчас посижу. Так, сейчас вынесу на свет, прочитаю. Сеня 03.24 Привет. Я ваш подписчик. У вас все круто. Лучше, чем на видео. У меня тоже есть сижа. Там, где домик на берегу. Очень хотелось бы с вами встретиться потом. Я не возражаю. Думаю, когда-нибудь встретимся. Что, холодно? Мы уж спать или пойдем на улицу? Там теплее, чем здесь. Здесь сейчас сыро. Нужно хорошо протопить. На ночь. Давай, тебе твой спальник постелю. Хочешь, полежи чуть-чуть? Ложись, поваляйся. Фух. Я пойду готовить прикормку. Потому что Найку надо кушать. Он совсем худой, как велосипед. Ты тоже, конечно, у нас исхудал. Но Найк совсем. Ладно, давай, валяйся. Я пошел. Совсем забыл подойти к елочке. Как там она поживает? А вот она. Ну, вроде бы, все в порядке. Здесь тоже цветочки вокруг повырастали. Красотища. Вот здесь все порезать на дровишки. Весь этот хлам, который позаваливался. в некоторых местах видно, что иголки подсохли. Надеюсь, это не страшно. И эта сосенка приживется. Но мне больше нравится называть ее елочкой. О, Карлос прибежал. Что ты? Не хочешь отдыхать? Там точно холоднее, чем на улице, да? Пойдем, наверное, растопим печку. Карлос, заходи. Карл. Не хочет заходить здесь. Холодно ему. Карлос. загудела сначала подымливала дрова сырые дожди были прогноз погоды сегодня обещал солнышко тепло я утром проснулся раненько часов пять холодина такая дождик накрапывает думаю как обычно в своем репертуаре метеоцентр но нет днем распогодилось действительно солнышко сегодня кстати теплый алексей я не знаю сколько их этих праздников сегодня 30 марта и тоже мне поздравляли это с теплым алексеем мне казалось что этот праздник летом а я смогу чуть ли не каждый месяц к печка топится карла все еще закутанный что спать будешь или пойдем на рыбалку надо сначала рюкзак разобрать лампочки повесить прикормку достать да тебя может покормить или еще рано кушать будешь как раз это не твои на тебе еще теплее будет давай давай сегодня взял два фонарика одну люстру которую повесить под потолок а второй такой направленного света до 2 новый фонарик у меня очень необычный интересный позже покажу его я думаю вы такого еще не видели печка греет карлос отдыхает а я пойду попробую забросить удочку погодка сегодня замечательно ветер боковой там видно вдалеке что где-то гуляют волны а здесь практически штиль тепло птички поют и вот солнце спряталась за гору у меня тут закат солнца начинается раньше всех уже часа два прошло как я забросил удочку ни одной поклевочки хотя я не удивлен потому что в этих местах рыба как бы постоянно не находится это до русла здесь далеко и получается чтобы начало клевать нужно ее приманить либо найти походить где-то может быть стая стоит либо приманить прикормкой а на это зачастую уходит не один день бывает правда и в первый же день рыба подходит на прикормку но чаще это на второй на третий день рыба начинает отзываться и клевать ну что клев так и не начался есть еще надежда на утро но даже если не поймаю утром то в любом случае на обратном пути я знаю местечко где некрупная рыба ловится практически постоянно поэтому коты голодными не останутся ну и на крайний случай в морозилке еще есть несколько карасей таких довольно крупных хотел приготовить их но если и там не получится поймать то придется отдать их котам караси такие знатные грамм по 400 по 500 4 штучки как раз им хватит на пару дней наверное а пока не клюет покажу вам свой новый фонарик мне всегда нравились такие приспособления которые помогают мне пробыть автономно на природе максимальное количество времени и вот очередной девайс у меня в руках который отлично справится с этой задачей казалось бы обыкновенный ручной фонарик но здесь есть очень интересная фишка это вот такая ручка которая вращает динамо машину и с помощью нее можно заряжать аккумулятор фонарика он здесь не особо емкий но за счет этого фонарь не будет таким громоздким и тяжелым кроме того здесь есть радио fm и am диапазоны вот здесь находится usb выход с помощью которого можно будет вращая вот эту ручку заряжать какие-то маломощные приспособления типа телефона камеры и так далее фонариков возможно но есть одно но чтобы зарядить например какой-то мощный смартфон придется но очень долго вращать эту ручку то есть это больше для экстренных моментов разрядился телефон и нужно срочно позвонить помощью этого можно зарядить какие-то там два три процента или грубо говоря пока крутишь в этот момент можно разговаривать а как фонарик конечно очень удобно когда полностью разряжается я уже проэкспериментировал с ним полностью разрядил фонарик вот здесь есть два режима два светодиода и один двойной они более экономно и горят по моему 10 часов на полном заряде одинарный по моему пять часов или что-то около того вот здесь есть тоже выход для зарядки через usb или через ковербанк и что еще также есть переключатель режим сирены для каких-то экстренных случаев если вам нужно подать громкий сигнал надо будет еще поэкспериментировать я попробую положить его и включить в землянки закрыть дверь и отойти на какое-то количество метров например на 100 на 200 метров послушать будет ли слышно в каких-то экстренных сложных ситуациях можно воспользоваться такой сиреной довольно громко противно да так вот чтобы зарядить сам фонарь если его полностью разрядить в ноль то при вращении ручки одну минуту фонарь будет гореть в минимальном режиме 20 минут в большем режиме 10 минут что вполне приемлемо замену минуту покрутить ничего не стоит абсолютно она легко вращается вот такая вещица на мой взгляд вполне достойная главное как всегда все заявленные характеристики соответствуют с реальными опять же рекомендую кому нужна именно такая функция динамо машины как для меня это вполне полезная штука ссылку на этот фонарик оставлю в описании под видео но сейчас проверим как будет слышно эту сирену отойдя подальше от землянки и закрыть ее полностью как там интересно карлос уже запарился небось очень тепло было последний раз точнее жарко карлсон чик ты чего перелез на мою кровать давай к себе тебе что там холодно ты поближе к печке что выдает зашел в избушку здесь прямо как в бане жарко неимоверно конденсат копает с крыши потому что земля наверху холодная а здесь не очень жарко карлос балдеет он любит тепло ну а печка просто зверски раскочегарилась я же начал переживать чтоб ничего не загорелась вот прямо красная малинового цвета плита и вот если видно будет вот внутри где камни треснули видно раскаленная труба и вот здесь странно выше она не раскаляется там где за камнями видимо потому что тепло и отдавать некуда там внутри она так сильно нагревается камни горячие здесь жарко надеюсь хорошенько просохнет и ночью даже не придется топить я думаю что с аккумулированного тепла этими камнями будет достаточно все таки уже морозов на улице я надеюсь не будет хотя не так жарко ночью конечно не многим не многим выше нуля но это уже не минус 15-20 грибов нет ну вот отошли уже на метров на 150-200 землянки уже не видно а сирену все слышно не так конечно чтобы уши резала но сигнал какой-то экстренный подать можно дальше не пойду лень далеко уходить но в принципе работает очередной раз вымотал снасть вся наживка на месте никто ее даже не пробовал поэтому рыбка пока не подошла заброшу еще разочек а вдруг и пойду кормить карлоса что ты там нашел пошли 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 давай на перегонки поганя еще немножко и будет не баня а сауна пойдем аккуратно цветочки не топчи цветочки эти синенькие просто сплошным ковром ходишь и смотришь под ноги чтобы не наступать не трогай не заберу я сегодня на диете буду только водичку все тебе вот такой у карлоса праздничный стол с цветами что ж тебя так трусит вроде ж не так холодно и 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 Ну что мы постелились, Карлос уже выспался похоже, но гулять не хочет идти, видимо еще не полностью поправился, уже намного лучше. Свет повесил, дровишки сохнут, можно отдыхать, уже на улице темнеет, я привык последнее время ложиться как темнеет и просыпаться с рассветом. В общем, АМ ловит, а АФМ так и не удалось ничего поймать, не знаю вообще сейчас радиостанция АФМ работает или нет. Вот я дождался пока аккумулятор полностью разрядится, не включается ни фонарик, ни радио не играет, сейчас покручу, не знаю могу замерить в оборотах, сделаю например 100 оборотов, или там много будет, 50. Раз, два, три, четыре, пять, пять, пятьдесят. Радио заиграло, и вот фонарик. Доброе утро, Карлос. Доброе утро, на улице уже сереет, солнце еще не встало, стало так прохладно, я выходил только что с Карлосом на улицу, без куртки, выскочил как днем, сразу так околел, что пришел, растопил печку, пока не потеплеет, никуда не выйду, потому что прямо совсем холодно стало. В спальнике было замечательно, всю ночь было тепло, даже жарко, я уже не подкладывал дрова, прогорело, и под утро все остыло, щелей много, выдувает теплый воздух. Все, идем, идем, идем. Пути по холмам то вверх, то вниз, быстро согрелись, ну а пока дойдем, уже будет день, и должно по идее потеплеть. Солнышко может быть все таки проявится, среди тучек. Да, еще хотел вас поинтересоваться, попросить совета, вчера лежал вечером, в землянке засыпал, пришла мне такая мысль сделать еще один ютуб канал, даже название вчера придумал, усадьба рыболова. Так как я сейчас не могу часто ходить по ходу, потому как остался один на хозяйстве. За домом надо ухаживать, а там сейчас огромное количество работы накопилось, не считая огорода, самого дома, там кое-какого ремонта. В общем, кто живет в своем доме, тот понимает, что работа там всегда есть. Да, почему усадьба рыболова? Потому что самое интересное, там есть у меня небольшой пруд на участке, такой где-то 25 на 20 метров. И раньше я в нем довольно успешно выращивал рыбу, причем очень крупную рыбу. Щука вырастала по 5 килограмм, причем очень быстро, буквально за три года уже были 5 килограммовые щуки, за три года вырастали. Карпы, амуры тоже по 5 и более килограмм росли, хотя многие рыбоводы утверждают, что рыба не вырастет в маленьком пруду. Но я из своего опыта понял обратное, что очень даже это возможно, успешно выращивать крупную рыбу в небольшом домашнем водоемчике. Он сейчас полностью зарос, воды не было, там целая история. Я уже, если надумаю с этим новым каналом, то там все подробно буду рассказывать, как я занимался прудом, как у меня удалось вырастить такие неплохие экземпляры. Да, рыба там нерестилась, вся рыба нерестилась, вся что у меня там была, лещ, плотва, карп, карась, щука, все шли на нересте, все давали потомство. Так что более подробно будет на новом канале, если вы решите, что это будет интересно. Так что, если не сложно, напишите в комментариях, стоит ли попробовать новый канал, интересно ли вам это. С нетерпением буду ждать ваших комментариев. Ну а пока продолжаем движение, включусь чуть позже. Забрались на последнюю большую горку, дальше будет проще. Сколько тут уже этих цветочков. Карл, устал? Давай-давай вперед. Карл, к сожалению, еще полностью не восстановился. Бежит за мной хвостиком, а раньше бы успел раза три как минимум подняться на эту горку, потом спуститься вниз, потом еще раз подняться, гавкать кабана, и так дальше. Как энеркджайзер. Пока, конечно, слабый. Наверное, сначала отведу его домой, покормлю, пусть отдыхает, а я пойду за рыбой для котов. Ну рыбалку уже покажу в следующем видео вместе с котами. Вот. От вас жду комментариев по поводу нового канала Усадьба Рыболова. И на этом мы с вами с Карлосом будем прощаться. Всем добра, мира и до встречи в следующих видео. Пока.